На других планетах есть множество разных условий, которые могли бы по-разному повлиять на развитие наших питомцев. Например, гравитация. На более крупной и плотной планете гравитация сильнее, а значит, живые существа были бы короче, крепче и, вероятно, имели бы больше конечностей для лучшей поддержки. На более легкой планете, со слабой гравитацией, животные могли бы легко скакать, взлетать и парить в воздухе, а их тела были бы легче и более вытянутыми. Марс — четвертая планета от Солнца. Это пыльный, холодный, пустынный мир. Это также динамичная планета, где есть сезоны, ледники, каньоны, потухшие вулканы и признаки того, что раньше Марс был еще более активным. Гравитация на Марсе ниже, чем на Земле. Плюс он дальше от Солнца, значит, мы видели бы меньше солнечного света. Еще у Марса нет защитного магнитного поля ввиду разреженной атмосферы. Все на нем подвержено радиации. Порой сильные ветры создают пылевые бури, вой которых разносится по всей планете. Пыль после них оседает еще несколько месяцев. На Марсе у вас, скорее всего, был бы высокий пес с мощным телосложением, чтобы компенсировать слабую гравитацию и большими глазами для лучшего восприятия далекого Солнца. В целях защиты от радиации главный пигмент кожи вашей собаки – меланин должны будут заменить кротиноиды, которые придают цвет моркови, томатам и апельсинам. В общем, у вашей собаки была бы оранжевая кожа. Из-за слабой гравитации на Марсе ваша кошка наверняка была бы легче и передвигалась бы, подпрыгивая. А еще ее лапы были бы длиннее. Юпитер называют газовым гигантом. Планету покрывают густые облака красного, коричневого, желтого и белого цвета. Они создают впечатление, что на планете есть полоски. Жизнь на Юпитере была бы настоящим вызовом, ведь твердой поверхности там нет. Планета полностью состоит из газов. Но это не значит, что Юпитер – гигантское облако, зависшее в космосе. Двигаясь вглубь сквозь его атмосферу, можно заметить, что газы уплотняются до тех пор, пока не превращаются в жидкость. Один из слоев Юпитера – это океан из водорода вместо воды. Из-за высокого давления, экстремальных температур и жидкости среды нам придется вдохновиться глубоководными обитателями, которые живут в похожих условиях, правда, меньшего масштаба. Кошки и собаки стали бы большими изоподами с ракушками для защиты от радиации Юпитера. Подобно своему соседу Юпитеру, Сатурн – это гигантское облако водорода и гелия без твердой поверхности и с сильными ветрами. Как и Юпитер, Сатурн в центре более плотный, но его ядро гораздо меньше. Его знаменитые кольца состоят из мириад ледяных частиц. К сожалению, жизнь на этих кольцах невозможна. Сатурн в 760 раз объемнее Земли. Это вторая по массивности планета нашей Солнечной системы. Он примерно в 95 раз тяжелее Земли. Средняя плотность Сатурна – меньше плотности воды. Так что эта планета-великан могла бы плавать в ванне, если бы нашлась ванна подходящего размера. Передвигаться сквозь густой туман Сатурна можно только извиваясь, словно медуза. У вашей собаки там, скорее всего, был бы купол в виде зонтика, чтобы проталкиваться вверх. И никаких костей, иначе скелет раздавит мощным давлением. А ваша кошка передвигалась бы с помощью щупалец, как у медузы. Жизнь на Меркурии тяжелая. Эта крошечная планета расположена ближе всех к Солнцу. Его свет здесь в 7 раз мощнее, чем на Земле. Никакой защитный крем не поможет. Размер Меркурия составляет 2,5 размера Земли. Гравитация здесь почти как на Марсе и составляет 38% земной. Это означает, что на Меркурии вы могли бы прыгать в 3 раза выше, а поднимать тяжелые предметы было бы куда проще. На Меркурии экстремальный климат. Температура колеблется от 430 градусов Цельсия днем до минус 180 ночью. Все это сопровождается непрерывными метеоритными дождями и толчками. А в качестве бонуса слой атмосферы здесь очень тонкий и совсем нечем дышать. Плоть и кости не выдержали бы таких жестких условий. Поэтому на Меркурии ваши питомцы состояли бы из чего-то вроде тугоплавкого металла, такого как титан. Дыхательная система была бы не нужна, поэтому милые металлические мордочки были бы без носов, а глаза животных были бы словно толстые темные очки для защиты от воздействия Солнца. Если и есть место более тяжелое для жизни, чем Меркурий, то это Венера. Венера – вторая планета от Солнца, ближайшая соседка Земли в Солнечной системе. Венера – это самый яркий объект в небе после Солнца и Луны. Иногда на рассвете или вечером в небе она похожа на яркую звезду. Температура здесь достигает отметки в 471 градус Цельсия, а атмосфера такая плотная, что создается парниковый эффект. Поверхность Венеры сухая. Она полна сюрпризов, таких как извержение вулканов, ураганы, ветры и молнии. А вишенка на торте – это нескончаемая головная боль из-за давления, которая ощущается так, словно выпад водой на глубине полтора километров. Представить вашего питомца на Венере сложно. Единственные существа, которые теоретически могли бы здесь выжить – это анаэробные бактерии. Венера поглощает все, даже металлой. Ей ничего не стоит управиться с космическим кораблем. В атмосфере Венеры содержится фосфин, токсичный для любого организма, дышащего кислородом, но необходимый для жизни микробов. Ледяные, темные, терзаемые сильными ветрами уран и нептун в основном состоят из холодных жидкостей – метана, воды и аммиака. Из-за метана уран синий, и у него тусклые кольца. Нептун же темный, там очень ветрено и холодно, так как это последняя планета Солнечной системы. Он более чем в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Ни Уран, ни Нептун не имеют твердой поверхности, а их атмосфера плавно переходит в воду, окружающую их ядра. К тому же гравитация Нептуна выше гравитации Земли, так что давление здесь значительно сильнее. При такой мощной гравитации ваша собака была бы ниже, а кот – беземистее. Оба были бы мускулистыми, с толстой шкурой, спасающей от холода. Учитывая жидкую среду, лучшим вариантом для вашего питомца будет превратиться в космического кита или ламантина, чтобы пороздить синие планеты. Плутон. Довольно маленький. Ширину он с половину Соединенных Штатов. Плутон меньше Луны. Этой карликовой планете требуется 248 земных лет, чтобы обернуться вокруг Солнца. Если бы вы жили на Плутоне, то свой первый день рождения вам пришлось бы ждать 248 лет. Один день на Плутоне длится около 6,5 земных дней. Самый далекий от Солнца планетоподобный объект довольно холодный. Он покрыт льдом. Гравитация здесь слабая, а атмосфера разреженная. Солнце с Плутона видится как точка на горизонте, не ярче, чем Луна с Земли, так что света там совсем мало. Однако ученые полагают, что под поверхностью Плутона может быть водный океан и более приятные условия. Давайте взглянем на земных существ со встроенным антифризом, таких как насекомые и рыбы. Из-за низкой гравитации мышцы и кости уменьшаются, расширяя пространство между позвонками. Ваши питомцы были бы выше. Положение тела тоже бы поменялось, так как позвоночник по большей части перестал бы работать. Выходит, питомцы были бы высокими, худыми и паукообразными, с длинными конечностями и изогнутой спиной. На планетах вне Солнечной системы граница между растениями и питомцами была бы размытой. Четвероногие слились бы с растительностью. Ваши любимцы могли бы быть древоподобными существами с прикрепленными к ним бьющимися сердцами и лапами, позволяющими перемещаться в поисках света и воды. Еще у вас мог бы быть кролик, большую часть времени сидящий неподвижно и занимающийся фотосинтезом. Он убегал бы только в случае угрозы. Или огромная динозавроподобная лошадь, растягивающаяся на земле, чтобы получить питательные вещества прямо из почвы. А энергию она получала бы из растений на своей спине. Сотрудничество могло бы породить удивительных животных. Например, море амеб организовалось бы в единое желеобразное мегасущество. Или тысячи прожорливых креветкоподобных хищников сформировали бы единый организм, поглощающий все на своем пути. А паутина переплетенных деревьев собирала бы воду в широкие кувшины на верхушках своих крон. Снабжение мышц кислородом – это ключевой фактор выносливости питомцев. На земле осьминоги используют молекулы крови на основе меди, чтобы разносить кислород по телу. Они медлительные млекопитающих и птиц, использующих гемоглобин на основе железа. Ученые предполагают, что есть другие способы перемещения кислорода, которые укрепили бы животных. В атмосфере с большим содержанием кислорода мы могли бы увидеть обезьянку, способную летать без перерывов на отдых. На холодных планетах и их спутниках, без достаточного света, таких как спутники Сатурна и Юпитера, вашей собаке пришлось бы обходиться химической энергией из-за невозможности получить ее от Солнца. В других мирах, где нет света, в океанских глубинах энцелады, например, животным не понадобились бы глаза. Питомцы воспринимали бы окружающую среду другими способами – с помощью жабр или вибродатчиков.